МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа происшествия. В студии Татьяна Гусева и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 18 июня. В Омском районе в РТШ утонул школьник. Несчастный случай произошел накануне вечером в поселке Набережный. 11-летний мальчик вместе с другом убежал на реку. Не умея плавать, подростки зашли в воду и в нескольких метрах от берега попали в яму. Одноклассник сумел выбраться, а его друг утонул. Сейчас в поисках погибшего задействованы водолазы. Органы следствия настоятельно рекомендуют родителям во избежание трагедии не оставлять детей без присмотра и запрещать несовершеннолетним заходить в воду в местах, не предназначенных для купания. Минувшей ночью в Октябрьском округе неизвестные прокололи колеса у припаркованных во дворах машин. ЧП произошло на улице Камерный переулок. Со слов потерпевших, от рук хулиганов пострадало 17 автомобилей. Форду больше всех повезло, 4 штуки. Вандалы не щадили ни отечественные легковушки, ни дорогие иномарки. Кто-то из владельцев утром обнаружил одно спущенное колесо, а кто-то и все четыре. Сейчас следователи разыскивают злоумышленников. Примечательно, что ни у одного из автомобилей не сработала сигнализация. Некоторые из владельцев машин предполагают, что акт вандализма могли совершить заинтересованные лица. Работники шиномонтажных мастерских. В Ленинском округе в районе телевизионного завода произошла авария с участием автобуса и иномарки. Пас следовал по маршруту и в его салоне находилось 4 пассажира. Внезапно машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Ниссаном. От удара автобус съехал на обочину и буквально срубил стол посвящения. Верхняя часть мачты повисла на проводах над проезжей частью. Люди в аварии не пострадали. 25-летняя женщина, водитель на марке и 45-летний водитель автобуса после осмотра врачами были отпущены. А вот последствия катастрофы пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС. По одной из версий, виновником аварии мог стать водитель автобуса, который во время движения потерял сознание. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют дорожные инспекторы. В Омске инспекторы ДПС провели операцию «Маршрутка». Как результат, 25 микроавтобусов сняли с рейсов. У машин выявлены неисправности, при которых запрещено использовать транспортное средство и тем более перевозить людей. Чтобы «Газели» не вышли на маршруты, полицейские сняли с них регистрационные номера. Каждого водителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф 500 рублей. Кроме того, был задержан муниципальный автобус, не прошедший техосмотр. Теперь пассажирскому предприятию придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Накануне в советском округе строителя убило электрическим током. ЧП произошло на нефтезаводской. Предварительно установлено, что крановщик случайно зацепил стрелой крана линию электропередач. Электрический разряд пошел по металлическим конструкциям, с которыми в этот момент работал 40-летний стропольщик. От полученной электротравмы мужчина скончался на месте. В Омской области осужден директор школы, который позволял себе оскорблять учеников. Было установлено, что во время репетиции конкурса строевой подготовки один из восьмиклассников отказался выполнять требования педагога. Тогда мужчина несколько раз в присутствии других школьников выругался на ученика нецензурной бранью. Как установила прокуратура, тем самым директор унизил честь и достоинство, подорвав репутацию несовершеннолетнего в глазах окружающих. Было возбуждено административное делопроизводство по статье «Оскорбление». Мировой судья признал педагога виновным и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, директор был освобожден от занимаемой должности. А меч нашел под землей 90 патронов времен гражданской войны. Кладоискатель обнаружил боеприпасы в Конешниковском районе и на следующий день добровольно сдал находку в полицию. Теперь патроны изучают эксперты и историки. Пакет с боеприпасами в отдел полиции принес 25-летний житель Ленинского округа. По пути к родственникам молодой человек решил обследовать проселочную дорогу. И в пяти километрах от деревни Елизаветина металлоискатель начал подавать сигнал. Копать долго не пришлось. На небольшой глубине лежали несколько обоим с патронами. Маркировка на донсе гильзы, буква «К» латинская, обозначает английский завод «Кинок». Цифра 18 на донсе гильзы обозначает год изготовления. 1918 год. Экспертизы показали, что найденные патроны предназначались для стрельбы из английских винтовок, а также пулеметов «Льюисов». Судя по остаткам материи, боеприпасы располагались в подсумках. В наш регион они попали предположительно в годы гражданской войны в ходе поставок союзниками оружия для Белой армии. Подобную находку можно объяснить, как, например, схрон периода гражданской войны. Подобное оружие применяться могло как и партизанами, так и колчаковцами. Поэтому сказать однозначно, кому принадлежали найденные боеприпасы, мы, конечно, не можем. Но вообще подобные винтовки поставлялись со стороны иностранных союзников антибольшевистского движения. И расчеты за такие поставки шли как раз из знаменитого «золотого запаса». Пока боеприпасы поместили в камеру хранения оружия. Но в дальнейшем их планируют передать в музей гражданской войны. А меча, который добровольно сдал патроны, ожидает денежное вознаграждение. На сегодня это все. Напомню, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте 12-го канала. Всего доброго. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова